Доброго здоровьица я давненько не делал и вот последнее что тут пришло значит виталка пишет позитивный вы человек советую одну книжку прочитать сверхъестественная жизнь Бранхамов спасибо при случае почитаю а почему бы и нет далее он Татьяна Ефремова пишет на видео Павел Дуров терпеть не могу вегетарианство и сыроедение но самой пришлось идти на вегетарианство мне 71 год до недавнего времени ела а теперь видимо угасают ферменты организма мало желчи мало панкреатического сока и много чего мало стимулировать травками не хочу считаю эту стимуляцию убийственной если организм не может значит не может и нечего его подстегивать ем каши овощи фрукты но мясо не хочется перерабатывается но на я так понимаю перерабатывается единственное я оставил яйцо и кефир все же в яйце хоть немного витамина b12 витамин d присутствует а кефир нужен для обогащения организма лактобактериями так что поживым людям приходится с этим считаться вот смотрите на этом примере я хочу кое-что показать из заблуждений из заблуждений но смотрите 71 год человеку да пищеварительная функция угасает то есть она становится более слабая но у меня же в книге есть по-моему в четвертом томе целительных сил есть такая процедура настройка пищеварения настройка пищеварительного огня да у нас что такое старость и вот все вам рассказываю что такое старость старость это как правило идут прогрессивно процессы от самого рождения до естественного смерти это высыхание организма то есть организм прогрессивно теряет воду и все об этом говорят никто не против и потеря теплотворных способностей как и потеря влаги это две вещи которые влияют у нас на наши пищеварительные способности поэтому здесь можно подхлестнуть я бы не сказал подхлестнуть а просто-напросто вот эти вот процессы притормозить процессы высыхания и процессы потери тепла здесь можно использовать значит периодическое настраивание пищеварения помощью там различных там специй так далее там то есть есть такая процедура вот почему бы и нет это будет полезно с точки зрения вообще для здоровья организма в целом для продления жизни в частности почему бы нет то есть народная мудрость давным-давно такие вещи проработала 71 год вообще это не возраст можно знаете очень много сделать мы просто не знаем как к этому подойти у меня лично у самого был было нечто подобное когда у меня так сказать прихватила и спина и то и все но думал хорошо хоть до 60 лет я докарабкался и все а теперь нет вы знаете я как-то это вот я хотел вам рассказать но забегал вперед про city на георгия знаете у него какая ситуация была когда его где-то лет в 19 ранили ранение было осколком через живот и осколок застрял позвоночнике с этой стороны обычно такие люди умирают так вот его в госпиталь принесли и оставили умирать а на утро видят он не умер ага ну тогда сделаем что там мы можем вынули этот осколок там зашили там и немножечко подлечили и опять-таки согласно статистике согласно медицинским всем этим показаниям такие люди долго не живут дали ему шприц и 150 ампул обезболивающих могут насколько там протянет человек знаете он как как бы сказать молодой еще и все а он выкарабкался по моему сорок седьмом году 1947 годинг строевой после таких ранений представляете и дожил до девяносто пяти лет мощнейший энергетика и все решают образно волевые настроек то есть не надо нам что-то знаете извне извне сама жизнь и это также очевидно но об этом как-то умалчивают и и ну ну знаете не видят очевидно что жизнь идет изнутри строится то есть она идет изнутри если вы умудритесь раскрыть вот этот вот источник бескрайний источник океан жизни окажется все это открывается с помощью образно-волевых настроек правильных слов правильно подобранных то вы можете значительно улучшить качество своей жизни и естественно ее продлить потому что но опять таки когда мне было 60 лет я все говорю 65 и там вот но это все фигня когда мне было 60 лет и мне было очень больно от спины мне было не до того чтобы какие-то планы на жизнь строить а а теперь у меня знаете вот когда я начал заниматься во время ходьбы я начал сочетать ходьбу целый час я хожу я делаю полезное дело для физического тела прокачивая все эти жидкости и я начал естественно образно-волевые настрои и пошло дело совершенно по-другому то есть у меня еще качество моего прохода многократно возросло поэтому вы направляете внимание на свое серденько на желудочно-кишечный тракт и разговариваете с ним мой желудочно-кишечный тракт юношеский молод и он на это откликается он начинает омолаживать и дело там не ферментах что там их нету они все появятся эти ферменты плюс если вы еще те процедуры будете делать по периодическому настроению пищеварения да будет еще лучше и я сейчас вот занимаюсь действительно больше не тем чтобы чтобы не интересовало раньше там действительно там травки процедуры и и все остальное оно работает но жизнь так как бы сказать знаете вот как бы сказать нам делают массаж там рим налаживают чтобы кожа была хорошая но она-то строится изнутри идет наружу наш организм оттуда вот сюда расширяется и строится эти ткани через тонкие поля и всю первую очередь идет от головы наше первое монастическое тело тело ума или так сказать функция ума вот она-то и начинает оттуда выстраивать то есть дух далее чтобы дух что-то там делал бы море он должен появиться со всеми там прибамбасами которые будут и дальше уже выстраиваться там желание далее выстраиваться энергетика далее выстраиваться шаблон энергетический шаблон эфирного тела которое побольше и как бы сказать уже физическое тело выпадает в осадок как следствие всего этого примете вот эту истину надо познать надо ее как бы сказать чтобы она стала естественно вашей и чтобы вместо того чтобы сидеть в там телефонах смотреть чтобы какие-то там допустим сериалы бестолковые смотреть которые только ваше внимание отвлекает то же самое что касается и телевидения вы частенько бы занимались тем что разговаривали бы образно волевым настроем со своим телом со своим организмом и почему разговаривали не столько с физическим телом а именно с тонкими которые его выстраивают и на эти результаты меня как бы сказать поразили и я сейчас буду заниматься тем что вот сытин когда он понял как это работает он стал искать эти ключевые слова которые обладают большей силы в его настроях найдены следующие слова которые вот заведуют обновлением и это уже русский язык вообще язык народа это все давно отработал но мы же опять это ж не вникаем не в язык никуда мы не вникает это новорожденное новорожденный скажите себе новорожденный вы почувствуете как тело отключается юный юный как а глаза блестят юный до маложавый молодой здоровый встроенный красивый понимаете вот они слова которые несут мощь которую бы еще виде образа на себя надевайте и все ваши вот эти вот ферменты что там желчи мало все это начнет нормально работать понимаете без всяких травок и вот эти витамины знаете вот это тоже нам витамины да но дело хорошее витамины не не без того но начали их делать знаете как в топливо там присадки что мол топливо будет лучше но топливо саму по себе уже топлива есть чем него там присадки добавлять лишь бы хорошо горело сделайте да и все без всяких присадок так точно и у нас тут вот эта хорошую пищу нормально выращено в естественных условиях все там есть а начинаем от это b12 откуда-то то есть голову голову забили нам нужна энергия жизни которую мы можем самостоятельно брать а для этого для этого надо понимать откуда она берется не вот оттуда наберется она через нас для того чтобы через нас мы ее можем потянуть так без всяких там витаминов кефир кефир нужен для обогащения организма лактобактериями забудьте про этот хренов кефир ну вот забудьте про него что он вам дает какие там лактобактерии вот вот это вот вот знаете вот у нас микрофлора вырабатывается на ту пищу которую мы употребляем если это больше растительная пища значит соответствующие бактерии если там будут где-то с белками значит частично будут микроорганизмы которые также будут этому способствовать частично то есть из-за этого а не то что мы там допустим наелись чего-то и думал а теперь для лактобактерий мы еще заправимся кефира ну нет наш организм понимаете вот когда начинаешь вдуматься в это дело но настолько все опошляется и настолько все примитивным делается что диву дается я вам рассказал будет очень главную вещь которую я сам использую и вы видите даже результат на стримах вот я с вами разговариваю я совсем по-другому говорю с вами то есть чувствуется энергетика чувствуется посыл чувствуется живость чувствуется работа ума в конце концов я вам сказал значит образно-воевые настрои плюс настраивание периодически пищеварение так дальше интересно алексей черепанов на моем видео моча прошлое о замкове у меня бабушка лечила свои буквально ноги своей мочей так и не вылечил у нее какие-то синие шишки были на икрах далее снег м дает свой комментарий надо понимать что панацеи в природе не существует моча не исключение есть хороший список болезней про которых моча не помогает но на английском да без этого английского понимаете лучше что-то там на английском на индийском на китайском и так далее но на своя собственно голова которая также кумекает и также что-то там излагает частично я это изложил книжки из сосуда своего в каких случаях она эффективна каких случаях она там бессильно так галина тищенко говорит опять таки на мочу мне просто обидно зачем столько говорит про мочу много скептиков не хотят понимать и вникнуть пусть дохнут как муки и все это бесполезно я это рассказываю как познавательное видео свое свое время мне это очень и очень здорово помогло и она поможет зря вы так сегодня скептики завтра не скептики всему свое время пусть и будут здоровы и счастливы это снег м ну это верно татьяна розенберг а скептики пусть не слушают я много занимаюсь оздоровительными практиками вот это татьяну мы сейчас послушаем я прокомментирую но такого сумасшедшего эффекта я делала массажи упаренной уриной клизмы я ничего другого не получала и вот тут то опять таки понимаете должна быть вот это все а почему массажи именно с упаренной уриной они с простой настолько они эффективны я в этом деле специально разбирался информация будет вот знаете когда информация из различных вещей наберется то есть вы обладаете такой способностью энциклопедиста и вы тогда одну информацию можете слечить с другой и понимаете как это работает оказывается когда наша урина вообще она упаривается вода вода имеет сорок семь этих самых изомеров то есть как бы сказать сорок семь видов воды имеется это ученые то посчитали и на некоторых видах воды наш организм работает более благоприятно более лучше всего он работает и вот во время этого упаривания мы как раз легкие кристаллы быстро разрушимые кристаллы сбрасываем а оставляются те кристаллы как бы со алмазной вот как углерод он бывает алмазом а он бывает и этим самым и уголем уголь нам не нужен нам всем подавай алмаз и что получается что вот это вот алмазная вода она она если мы там как раз у йогов есть такая интересная практика в дома тантре мы ее потихонечку заменяем то есть у нас грубо говоря там 30 литров воды ну к примеру мы заменили и как раз там они так и говорят вот заменили там столько-то и у вас появляются такие способности заменили столько-то появляются совершенно иные способности плюс когда упаривается соли более концентрируется в упаренной ночи моче и она становится таким проводником а у нас здесь вот они свободные электроны которые к нам попадают опять-таки это надо знать это не просто знаете вот мы пищу загрузили как в печку она там у нас переваривается что-то там там кипит и так далее в конце концов с весь наш организм работает все реакции идут окислительно-восстановительные с переносом электронов оттуда до туда то есть там будет с окислителя на восстановитель нету электронов и все хочу вы загрузите туда работать не будет а как раз электроны это снимается значит через дыхательные пути через кожу почему когда мы начинаем допустим бежать или интенсивно что-то там работает трудиться то у нас возникает испарина и выступает пот мы думаем что-то там поток как бы выступил так это организм нарочно выделяет вот этой соли для того чтобы контакт стал лучше стабильнее больше и мы как бы сказать вот смотрите а ну человек там допустим побежал сначала так тяжеловато и так далее а потом как говорится он о вбежался нормально пошло 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 и он попер 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 как это второе там дыхание открыл ничего подобного там второго дыхания не открылось а организм стал получать ту энергию через кожу которая нужна ему для выполнения интенсивной работы вот в чем дело и как и вот эти массажи как раз и делают они настолько сильно нас накачивают энергией я сам когда сделал это понимаете вот одно было написано в дома тантре а я взял упарил да сделал а все читали а какие-то там йоги что-то там упаливать что-то там это и не делали а я вот такие банальные простые вещи можно сказать детские проверял и когда я сделал действительно почувствовать и вот пожалуйста пожалуйста татьяна это все прочувствовала на себе то есть не то что я вот несу какую-то там брехнюю бред знаете просто 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 а и это еще как-то работает судя по татьяне но я еще ищу объяснение как это работает вот что важно перед вами сидит ученый можно так сказать а не просто врун болтун и хохотун я так понимаю все вертится вокруг стволовых клеток младенца а моча прошла а моча прошла нет виталка не стволовые клетки зачем нам нафиг нужны эти стволовые клетки вы опять смолились как младенец я вам расскажу информации я стволовые клетки это следствие информационных процессов которые разворачиваются то есть вначале чтобы появился бумаги маленький человечек вот этот вот бумаги зародыш который имеет как бы сказать все органы должна произойти информационная работа то есть разворачивание информации вот эта же информация развернулась и у нас и она вот так как бы сказать поддерживаться мы ее мы ее можем это самое интересное в ноу прописывать с помощью образно-волевых настроек и специально подобранных слов сильных слов ключевых слов которые работают вот прописывать а тут а тут она естественно разворачивается то есть зародыш строить свое тело вот это идут мощнейшие информационно энергетические процессы вот и когда такая урина попадает наш организм не гормоны гормоны это тоже следствие свои клетки это следствие все первоначально информация вот именно вот эта информация которая у нас пожилом организме там ну я имею себя она уже так сказать на подсосе бы морить вот она стимулируется она стимулируется как бы сказал и пошло 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 то есть видите как интересно информацию мы берем а это информация информация когда у женщины разворачивается здесь внутри у организма и и все эти процессы она то есть ее весь организм преображается то есть беременность ее к тому что весь организм женщины преображается и естественно вот это преображение особенно на первых этапах развития зародыша она насыщает все ткани все жидкости лимфу кровь а моча из чего образуется она образуется из крови и некоторые говорят ой она ядовита то если бы она ядовита а так как она образуется из крови мы бы уже давным-давно травились ею бы в организме это не значит что это надо хлебать без меры но в отдельных случаях вот ее там можно использовать и все мы как бы сказать хотим и омоложение и получить какой-то эликсир а вот он вот он он эликсир не просто какой-то а это должна быть и информация и энергия которая которая дополнит наш информационно информационный энергетический потенциал а больше ничто не дополняет кусок мяса там или там салат но он там для тела пойдет данного надо еще расщепить понимаете а для этого опять таки должен быть свободные электроны которые будут расщеплять фермент это работают на свободных электронах они не на чем-то там работают не не на дровах не на угле не это они именно работают на электронах там идет целый электронный каскад этот цикл там крепс и так далее то есть как бы сказать как водопад все это с высокого уровня падают электроны переходят и отдают 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 энергию вот и вот вот как матча беременных женщин работает именно в первые где-то три месяца вот первый месяц особенно сильный был там второй а дальше все идет затухание она конечно будет как бы сказать более сильно нежели у простой там той же женщины ну не сравнится поэтому забудьте стволовых клетках забудьте об этих витаминах и там еще чё на это так так далее там вот так далее все это следствие 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 то есть следствие того что вот эта энергия там частично осела а нам надо разворот вот когда мы с вами используем пшеницу я это говорил вот некоторые а вот она выросла вот вот такую стрелку дала пшеница ну и что она уже выгнала в рост свою потенциальную энергию она ее привело в кинетическую выгнала и все остановилась а нам надо вот именно их мощная которая вот зерно она только проклюнулась только начинает она даже светится такой энергии и кстати все энергии которые способствуют жизни они идентичны примерно что у пшеницы что у человека что там допустим у икринки там еще там у какого-то там зародыша и так далее там все она идентична и когда мы вот это вот употребляем мы как раз вот эта информация именно на работу это никакие там стволовые клетки витамины b12 и так далее тоже читал эту информацию полную любительность спасибо молодец петрович это все ильшат хабиров про про замкова то есть а я так и назвал потому что замкова в поисковике вообще никто не набирает они не знают люди поэтому пришлось вставить слово моча и далее перейти на замкова уже по ходу текста какой молодец замков что сделал ответил на ваши вопросики и то что я вам говорил об образно валевых настроек и словах ключевых вот это работает лучше всего все что я знаю да она работает но то что вот это работает ни в какое сравнение не идет благодарю за просмотр если вам понравилось видео ставьте лайк звоните в колокольчик и подпишитесь на канал ваше участие развивает канал и способствует его продвижению вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте малахо про доброго здоровьица и до новых встреч